Грош пятаков не возьмёшь. Ни к одной из машин не прилагается ключ с кнопочками для работы с центральным замком. А поэтому будем оперировать такими простыми железками с пластмассками. Заводим машину и перед нами загорается панель приборов, очень напоминающая те, что ставились на немецкие автомобили или японские автомобили второй половины 80-х, начала 90-х годов. Впрочем, тут есть ещё один дисплей, причём работающий по принципу тачскрин и при этом русифицированный. Нужна эта штука для того, чтобы оперировать, во-первых, радиоточкой, во-вторых, тем самым CD-ченджером в багажнике. А кроме того, вы не поверите, здесь есть телефон, который можно скоммутировать через Bluetooth с вашим мобильником и навигационная система, которая, правда, вот почему-то не работает, видимо, нету соответствующего программного обеспечения. Но всё это, дорогие друзья, равно как и сдвижной люк в крыше, это удел более дорогих комплектаций, и за 299 тысяч рублей вы это никогда не получите. Правда, при всех этих прелестях в солнечном козырьке по-любому отсутствует зеркало. Крышка бардачка, такое ощущение, что присобачена сюда от другого автомобиля, она болтается, а сам бардачок нельзя назвать уж сильно ёмким. Зато пепельница довольно ёмкая, отрадно, что она вообще тут есть. Устроиться за рулём в китайской машинке рослому человеку непросто, да и человеку среднего роста тоже будет нелегко. Педаль сцепления задрана очень высоко. Руль регулируется по высоте, но даже в верхнем положении я всё равно бьюсь коленкой о рулевое колесо. Отодвинуть дальше, тогда мне будет совершенно неудобно рулить, потому что руки будут вытянуты, как лыжные палки. Ну, что касается органов управления, в частности, подрулевых переключателей, то такое ощущение, что их просто взяли и перенесли сюда с какой-то типичной японской машины. Кроме того, есть блок управления магнитолой на руле, что, опять же, с трудом вяжется с отсутствием зеркала в противосолнечном козырьке. А оно, в свою очередь, с трудом как-то сочетается с наличием парктроника в таком автомобиле. Есть задний парктроник. Правда, повторюсь, в базу, в ту самую, за 299 тысяч рублей, задний парктроник тоже не входит. Ну что ж, поехали. Вот у меня есть такое ощущение, что китайцы сначала нарисовали автомобиль, а потом попытались в этот автомобиль имплантировать человека в уже нарисованную конструкцию. Потому что сидеть в позе эмбриона долго невозможно. А вот от ездовых ощущений у меня ассоциации с игрой в буриме. Знаете, когда люди дописывают один за другим стихотворение и видят только последнюю строчку. Рифмуют, а содержание, собственно говоря, и предыдущей строчки они не видят, не читают. Вот так же и здесь, по-моему. Одни люди создавали подвеску, другие создавали рулевое управление, не зная, что делают подвесочники. А те, кто делал рулевое управление, совершенно не представляли себе, что делают грузовщики, рассчитывая жесткость кузова. И все эти люди вместе совсем не подозревали о том, какой двигатель, какая коробка передач будет в итоге стоять в этой машине. Собственно, двигатель и коробка передач, пожалуй, самое лучшее, что здесь есть. И, опять же, это заслуга не китайцев, а это заслуга японцев из Mitsubishi. При этом, что интересно, как ни странно, вот этот мотор и эта коробка, они не ворованные. Они совершенно официальным образом лицензированные. Вот такое всекитайское достижение. Правда, не стоит думать, что качество этого двигателя подразумевается изначально японским. Пока нет данных, пока не проводились более-менее серьезные, долгие, ресурсные испытания этих двигателей и всего автомобиля в целом. Известно ли, что передняя подвеска довольно быстро выходит из строя, по отзывам владельцев. Но по поводу мотора пока ничего сказать нельзя. Если когда-нибудь мне придется снова сесть за руль этого автомобиля и толкаться на нем по городским пробкам и нырять в переулки, то я вам доложу, сделаю я это без чувства глубокого удовлетворения. К тому же, обращает на себя еще один момент. У BYD F3 не очень хороший обзор. Зеркала, между прочим, довольно большие для автомобиля такого класса, но вот форма их не передает до конца все то, что происходит вокруг. Ну что же, попытаемся припарковаться вот в этой толчее для того, чтобы сменить музыку. Наша следующая песня это Chevrolet Lanos. Ничего себе, ремень-то заклинило и обратно он не убирается? Вот тебе и китайское качество, дорогие друзья. А ведь это ремень-то, это не шутки. Вот как он теперь будет работать, а черт его знает. Нет, больше в эту машину точно я больше вообще никогда не сяду. Садишься за руль Deo, простите, Chevrolet, и понимаешь две вещи. Вернее, даже три вещи. Первое. Это очень маленький автомобиль. И здесь за рулем довольно тесно. Тесно не только сзади, но и впереди. При этом руль не регулируется по высоте и по вылету, и можно только двигать сиденье взад-вперед. Между тем, устроиться здесь можно гораздо удобнее, чем в китайском автомобиле. Второе. Если китаец кажется просто набором цитат от разных производителей, то Deo кажется все-таки автомобилем довольно продуманным, хотя и думали об этом лет 20 назад. Третье. Качество украинской сборки недалеко ушло от качества сборки китайской. Вот пример. Нажимаем кривенькую кнопочку, именно клавишу звукового сигнала, и она просто застревает в руле. Пытаемся нажать на ответную часть, как бы вытащить ее, и она не только вытаскивается, но и просто выскакивает наружу. И, в общем, таких косяков по машине можно найти не один и не два. Ну, а из тех радостей, которыми нас балует Ланос, мы отметим отопитель, вентилятор, возможность распределения воздушных потоков. Кроме того, есть даже обогреватель заднего стекла. И на фоне всего этого уж настоящей роскошью выглядит выдвижной подстаканник с таким вот хилым болтающимся донышком. А вот электрических стеклоподъемников здесь нет даже на передних дверях. Кстати, крутится ручка стеклоподъемника очень легко. А вот руль, даже при заведенном моторе, крутится трудно, потому что здесь нет никакого ни гидро, ни электроусилителя. Что касается приборной панели, то она радует своей лаконичностью, спидометр, температуру охлаждающей жидкости и уровень топлива в баке. При этом обратите внимание, стрелка никогда не падает вниз, даже при выключенном моторе. В принципе, очень удобно. Даже при заглушенной машине можно всегда понимать, что ты остался без бензина, или у тебя есть какой-то запас. Поехали! Здесь нет даже кондиционера. Здесь нет электрического управления зеркалами. Здесь нет всего того, чем должен уже обладать любой современный, ну, мало-мальски претендующий на свое место на цивилизованном рынке автомобиль. Вы не найдете, с другой стороны, ни на одном цивилизованном, повторюсь, рынке автомобиль с мотором в 1500 кубов за такие деньги. Причем автомобиль, где могут реально ездить 4 взрослых человека. И, наверное, за вот этот очень смешной на фоне конкурентов ценник можно этому автомобилю простить и отсутствие, ну, просто примитивнейших, необходимейших уже с точки зрения современного автомобиля вещей. Здесь нет даже тахометра на передней панели. Собственно говоря, зачем он нужен? Потому что сам звук мотора уже напомнит о том, что он выкручивается на предельно допустимый максимум. Впрочем, моторчик этот можно сильно и не крутить. В силу своей архаичной конструкции тянет он довольно неплохо на низких оборотах. Переключаться можно уже на четвертую передачу на скорости в 60 км в час и даже чуть ниже. И с 50 машинка уверенно тащит на четвертой. А если с 50 включить пятую передачу, она тоже едет. И в этом смысле очень эластичный мотор и очень правильно подобранные числа коробки передач, наверное, компенсируют недостаток шумоизоляции. Передачки, нужно заметить, включаются довольно четко. Правда, ходы рычага приличные. При этом весьма, не то чтобы цинично, даже комично, видимо, следуя исключительно неким стандартам бренда «Шевроле», на передней панели присутствует датчик непристегнутого ремня безопасности. Но ремень здесь стройне актуален, ведь в «Ланосе» нет ни подушек безопасности, ни даже АБС. Отсутствие гидроусилителя руля, наверное, не понравится только дамам, которые, в общем, видимо, в силу того, что «Ланос» претендует на звание единственного автомобиля в семье на все случаи жизни, тоже будут вынуждены садиться за руль. Так вот, дамам эта ситуация не очень понравится на месте, все же руль для женских ручек тяжеловат. Движение можно вполне легко обходиться и без гидро- или электроусилителя. Ну а теперь «Лаган». Несмотря на то, что внешне он производит впечатление весьма компактной маленькой машины, внутри он очень просторный, это ощущаешь за рулем тоже. Несмотря на то, что здесь, как и в «Ланосе», не регулируется руль по высоте и можно только двигать сиденье, устроиться комфортно может водитель практически любой комплекции. Да и вообще весь минимализм убранства кажется очень и очень продуманным. Кнопочек, ручечек предельно мало, но все они отвечают за свою функцию, отвечают очень неплохо. Впереди электрические стеклоподъемники, сзади, повторюсь, ручки. В качестве опции у нас присутствует кондиционер. Это удел не самой дешевой версии. Бардачок огромный. Это действительно ящик. Магнитолы в этой комплектации, как и в самых дешевых комплектациях, нет. Приборы очень лаконичные, но прекрасно читаются и передают всю необходимую информацию водителю. Бортового компьютера здесь нет. Вот что сразу влагание радует, как только трогаешься с места, выезжаешь на улицу, так это сумасшедший обзор. Ты едешь как будто в теплице. Электрической регулировки зеркал нет, но зеркала, несмотря на то, что они довольно скромные по размеру, дают очень хорошее ощущение пространства, и ты можешь неплохо понимать, что происходит вокруг автомобиля. Базовым для лакона считается мотор в 1400 кубов. Именно с этим двигателем предлагаются самые дешевые, самые доступные версии. У нас под капотом стоит мотор в 1600 кубиков, и мы бы советовали потенциальным покупателям лакона остановить свой выбор именно на этом моторе. Мотор в 1600 позволяет гораздо увереннее чувствовать себя на обгонах и гораздо эффективнее лавировать в потоке. Ну, а если использовать лаган в качестве корпоративной машины, то, наверное, тут стоит задуматься, потому что мотор в 1400 все-таки поэкономичнее будет. Правда, нужно заметить, что тот самый мотор в 1400 кубов, если ехать на нем динамично, его придется крутить. А если его крутить, то тогда ты понимаешь, что ты едешь внутри очень дешевого автомобиля, где серьезно экономили на шумоизоляции. Вот мотор в 1600 кубов все-таки позволяет ехать на более низких оборотах, поэтому шум двигателя не так досаждает. Но если его крутануть, то вы слышите. Еще отметим одно очень важное качество лакана – это подвеска. Колодцы, выбоины, небольшие ямки, трещины – все это остается за кадром. Лаган этого просто не замечает. Это лакановская знаменитая подвеска. Подвеска непробиваемая. Она одновременно является очень комфортной. И с другой стороны, что очень важно, она позволяет очень уверенно контролировать автомобиль. И даже если вы заходите на лагане в поворот на приличной скорости, чего, конечно, наверное, не стоит сделать в городе, машина не валится наружу, не испытывает сильные крены, и водитель за рулем, повторюсь, чувствует себя в любой ситуации в лагане очень и очень уверенно. Но это не все. Мы продолжим мучить наших подопытных. Ведь им придется ездить на 6 соток, а потом по грунтовкам вывозить домочадцев с урожаем. Так что испытания легким бездорожьем – часть программы.